Украина присоединилась ко всемирному конкурсу по созданию компьютерных игр Global Game Jam. Игровые хакатоны прошли в Киеве, Харькове, Ровно, Одессе и Кропивницком. Каждый год в последние выходные января тысячи энтузиастов и профессионалов по всему миру объединяются в команды, чтобы за двое суток создать и представить свои проекты. Юлия Крючкова больше. 48 часов на то, чтобы создать компьютерную игру с нуля. Несколько десятков разработчиков провели два дня за компьютерами в аудиториях Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с минимальным количеством сна и еды. Среди участников – опытные программисты и школьники. Тему узнали прямо перед началом работы, так что заранее заготовок сделать не могли. Тема в этом году – трансмишн, то есть передача. Она имеет очень много вариаций. Каждый год темы для Global Game Jam подбирают так, чтобы дать толчок для творчества. Никто не знает ее заранее и очень интересно наблюдать, как участники начинают фантазировать, когда ее озвучивают. Тема приходит к нам из главного офиса в Сан-Франциско. Потом ее объявляют одновременно по всему миру. Антиутопическая игра о мужчине, который работает в госструктуре тоталитарной страны и отслушивает телефонные разговоры граждан на предмет критики партии. Так поняли тему передачи члены команды Cold Sword, которые нашли друг друга прямо на Хакатоне. И выиграли джем. Хотят продолжить работу над этим проектом вместе. Мне очень хочется надеяться, что мы вместе доведем его до конца. И у меня есть для этого основания полагать, что так все и будет. Потому что мы действительно очень хорошо сработались. Каждый занимал свое какое-то место. И в целом командная работа была просто замечательная. Были и те, кто разработал игру в одиночку. Занявший третье место Андрей создал симулятор доставки грузов с помощью поездов под названием Happy Train. Да, на таком ретро-стиле, пиксельном, с такой ретро-музыкой. Если подробнее, то нужно сортировать поезда, то есть правильно их распределять, чтобы не собирали грузы и развозили по станции. Ну, могу сказать, это не первый опыт для меня работать в одиночку, потому что сейчас мой основной проект, я тоже работаю над ним в одиночку. Глобал гейм джем родился 10 лет назад в США. В этом году игровой хакатон одновременно провели в 113 странах. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, UATV.